Всем привет! Я Женя. Давайте я вам расскажу, что произошло у нас за несколько дней. Ну а чтобы узнавать всё самым первым, переходи по ссылке в Телеграм. И, конечно же, не забываем ставить лайки, писать комментарии, ну и, конечно, подписываться. Погнали! Всем привет! Сегодня у нас ужасная погода на улице, поэтому время наводить порядок дома, а также разбирать вещи. Тётя отдала мне вот такое количество вещей. Сейчас я переберу, что мне нужно, что не нужно. Соберу и отложу. Потом родители мне это отправят посылкой в Астану. Сегодня мы ездили в АлатР. Я записывала на УЗИ Романа Владиславовича. Делали ему УЗИ внутренних органов. Никаких отклонений изначально не было. Просто мы хотели проверить, так как ему исполнился годик. И как раз, раз уж я дома, с родителями съездили, точнее, с папой. И он нас довёз. Нам всё просветили, просмотрели. Итог каков? Сердечко. Открытое овальное окно. 2,5, по-моему, миллиметра, если я ничего не путаю. Врач сказала, что оно должно затянуться, пройти. То есть я пока что не переживаю, но держу руку на пульсе. Будем контролировать. И также слегка увеличена печень и загиб желчного. Также из рекомендаций от врача было разнообразнее и чаще кушать. Ромке. Конечно, мы всё учтём и будем это делать. Вещей очень много разных. С собой я это не заберу. Багаж выйдет дороже. Легче отправить отдельно посылкой. Плюс я забрала у сестры куртку зимнюю. Она тёплая, но она довольно короткая. Поэтому с собой я её сейчас не возьму. Но буду ждать от родителей посыл. Конечно, кто-то может сказать, как так можно? Это же вещи БУ. Зачем они тебе нужны? Можно. Ещё как можно. Вещи отличного качества. Особенно... Да, я понимаю. Если где-то есть пятна, я их не возьму, да. Но вы посмотрите, вы просто посмотрите. Ни пятен, ни дырок, ничего. Так зачем я буду на это тратить деньги и покупать новые вещи, когда их столько здесь в таком количестве? Я не вижу смысла. Поэтому я беру вещь своих родственников, своих родителей. У меня вот тут даже кофточка моего брата, которому сейчас 15 лет уже. Вот она. Вы представляете, вот этой кофте 15 лет. Вот она. И ей ничего не стало. Ничего. Так почему она должна лежать? Скажите мне, скажите мне. И вот такой пакет у меня получился. И это без учёта ещё моей куртки. Это только вещи для Роб. А сейчас мы собираемся в нашу городскую больницу. Я вам её, конечно же, покажу. А идём мы туда проверять Ромку, так как надо проходить обследование на годик. Так как мы сдаём кровь в бесплатной поликлинике, пришлось купить в аптеке, в поликлинике, опять же, вот такую вот бабочку, я её называю, не знаю, как она называется, и бахилу, чтобы взять кровь из пальчика у Ромки. У нас здесь несколько отделений, на самом деле даже я не знаю, что где находится, но вот в этом крыле взрослые, в этом непонятно. По-моему, наверху детское отделение, на третьем стоматология, а внизу больница вроде бы сама. Но я думаю, не нужно говорить, что ни о какой готовности больницы к инвалидам или детям с колясками нет. Здесь одни лестницы и ни одного лифта. Ну вот наглядно покажу, что сейчас происходит на улице. Вот такой дождик, витрина и наши цветочки. Точнее, не наши, а мамины. Нету? Ну вот же пылеса стоит, вот он пылеса стоит. Да не бойся ты, не бойся, ну а мы идём пылесосить. А между делом можно и покачаться, да? Кать-кать! Кать-кать! Мы папе на день рождения дарили кресло-качалку. Теперь используем по назначению. Что случилось? Что? Давай, бабе, пыль протрем. Надо протирать, давай. Как надо протирать? Вот, вот. Молодец. Так что, баба, мы сейчас тебе ещё и пыль протрем везде. Вот, молодец. Молодец. Вот так. Умница. Какой ты молодец. Как у тебя хорошо всё получается. Как показывает практика, если я не выделю Ромке свою собственную маленькую тряпочку, дела не сдвинутся. Поэтому, Рома, держи. Держи вот тряпочка. А это маме. Всё, и молодец. Всё, теперь мы приступаем к работе полноценно. Я с уборкой добралась до верхних полок. Купила в Озоне. Заказала, точнее, на Озон. Вот такие вот памперсы. Help! Они очень тонкие. И, по крайней мере, у нас не вызвали раздражения. Но по сравнению с By Kitty или BB Kitty, не помню, как они назывались, они довольно жёсткие. И при этом маломерят. Хоть и написано 9-14 килограмм, Ромка у нас сейчас весит... Сколько ты весишь? 10-700. Вот дед подсказывает. 10. Ой. Резинка жмёт. Прижимает ему у него пузико и ляшечки красные. Ты хочешь её включить, но она почему-то не подключается у меня, Рома. Так. С собой я привезла вот такую маску. Вот такой крем. Это крем для Ромки, он 0+. То есть подходит. Здесь уже купила жидкость для линз. Конечно, взяла с собой энзимную пудру. И бипантен, который мы почти прикончили. Смотрите, какие-то танхомонтики тут есть. Вот такой танхомонтик ещё. И вот такой вот дядька пузатый и лысый. Ну, а это наша свадебная фотография. Смотрите, какие мы тут мимимиски. Так, эксперты, рассказываем, похожи ли мы с братом или нет. Это примерно один и тот же возраст у нас с ним. Оба в садике сфотканы. И все Ромкины вещи я расположила вот на этой полке. Конечно, здесь бардак, потому что за день чего только не потребуется. И футболки, и шорты, и носки, и штаны. Ну, а это тёплое, то, что не надо одевать дома. У меня здесь комочком лежит. Смотрите, тётя нам подогнала вот такой вот ночник. Так. Ещё я с собой привезла Ромкину пасту. Ксилевайт. Ксилевайт. Её мы заказывали на Ихёрбе. И также его щётку. А ещё для промывания носа. Аквалор. Потому что, когда мы сюда ехали, у него был страшный насморк. Он не мог дышать, и мы даже ночью пользовались каплями. Как приехали, как ни странно, всё прошло сразу же, в миг. Между тем, туда-сюда, мы решили помыть Романа. Да, Ромка? Я сейчас немного меняю его режим. Поэтому мы теперь купаемся не перед сном, а просто в течение дня, когда появляется время. Ну и вот сейчас появилось время, мы идём мыться. И, по-моему, заодно голову. Если интересно, могу показать шампунь. Короче, пишите, интересно, чем я пользуюсь? С ребёнком или нет, Ром? Ну что ты делаешь? Вот мы и накупались. Почему же я решила перевести его с ночного купания на дневной? Потому что ему очень хочется баловаться. Но не получается, потому что я ему запрещаю, чтобы он успокаивался и всё было спокойно, потому что ведь спать. А ему хочется баловаться, играться, и поэтому я решила пересмотреть свои взгляды. Ну а теперь главный вопрос на засыпку. Отгадайте, кто проснулся спустя полтора часа дневного сна. Здорово. Ну, больно маме. Ну, зачем дерёшься? Затем дерёшься? Дерёшься зачем? Люблю вот так с ним валяться, когда только просыпаюсь. Что такое лоскуска вообще? Лоскуска? Это глазки мамины. Глазки. Моя крёстная передала Биби-нянке. Обожаю такую вот пастилу. Очень вкусную. Тебе нельзя, там сок лимона. Только вы не переживайте. Я ему открыла другую баночку. Чтобы он какой-то проголодавшийся проснулся. Да? Вот так. Вот так баночку. Да, вот так надо закрывать. Правильно. Давай. Бух! Упала. Ну, давай другую. Где Рома? Нет Ромы. Нет Ромы. Вот он. Всем привет. У нас новый день и новые проблемы. Я бегу в больницу. Прошёлся дождь. И посмотрите, как всё совсем грустно стало. Всё совсем печально выглядит. Так. Опа. Я устала идти по этой дороге. У меня уже болят ноги. И отваливаются руки. Вот так вот выглядит наша больница. Я не знаю, что здесь за отделение, но тоже это всё работает. Дорогие мои друзья, больницу я не снимала. Надеюсь, вы меня понимаете. Здесь практически все знают. Либо меня, либо моих родителей, либо моих бабушек и дедушек. Мне не очень приятно, когда на меня прям вот так впритык смотрят. Поэтому, если я вдруг что-то и вставлю, и покажу, это будет либо ультра тихим голосом записано, либо практически ничего не сказано. Простите, я стесняюсь. У нас новый день и новые проблемы, как я уже говорила до этого видео. Ромашка заболел. Поднялась температура. Он с 9 часов вялый. Вот в таком состоянии. Лежит постоянно на руках. Температура 38,4-38,3. Немного снижаем. Она возвращается заново. Сейчас появился ещё кашель. И вроде как немножечко подзабит нос. Когда поднимаете температуру, он так вот ложится на меня и лежит. И вот так вот мы пролежали уже несколько часов, да. Конечно, очень тяжело, когда болеют детки. Сама переживаешь. Очень сильно. Уж думаешь, лучше бы ты болел, чем они, эти кружечные создания. Вот я сейчас думаю, как он должен кашлять. У тебя получилось свет включить. Я вот думаю, вот как он сейчас должен откашливаться. Вот он иногда может кашлянуть. Но чтобы откашлиться, непонятно. Кстати, у нас не было сухого кашля. Сразу начался вот этот вот такой откашливающийся. Такой отхаркивающийся кашель. Или отхаркивающий кашель. В общем, я страшно переживаю. Хоть и понимаю, что ни один ребенок не вырос без кашля и без температуры. Но это все-таки, блин, переживательно. Да? Еще мама нас записала на прием к врачу. Точнее, сделала заказ, чтобы врач пришел к нам на дом. Рома, не отнимай мой телефон. Не отнимай мой телефон. Потому что все-таки кашель появился. И надо понять, что с ним делать. Как быть, как лечить. Ну, вот так. А еще мы перевезли нашу качалку, пока родителей в доме нет, на кухню. Потому что здесь есть телек. Также прям радостно, когда у малыша хорошее настроение. Когда его отпускает температура, ему становится легче, и он начинает играть. Знаете, прям вот у самой сердца замирает. Да, носочки у нас разные, потому что один мы зафоршмачили. Второй мы не нашли. Так вот, топ. Топ, давай, 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 давай. Вот он, спасибо. Да, знаете, я прям успокоилась моему ребенку значительно легче. А я тебя потом не вытащу оттуда, эй. Ты карточку нашел. Да, Ром, полностью тебя понимаю. В этом мире ни на кого, кроме как на себя, не надо надеяться. Правильно. Нашел подушку, взял соску, ложись, спи. Правильно, правильно, золотой мой. Правильно. Ромка сейчас после температуры, как его отпустила, поспал почти два часа. Час с небольшим он проспал на диване. И вот потом перебрался к нам на кресло-качалку, да? И сейчас мы смотрим маковозиков. Что рассказываешь? Ого, Антон. Температурки вроде как нет, но... Точнее, высокой температуры нет. Скорее всего, наверное, 37 с небольшим. Кто водичку выплевывает? Я сейчас того съем. Съем сейчас. Съем. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Ну-ка, иди сюда. Иди, сказала, сюда. Не трогай глазки. Тобой гляди, выколет. Вшу! Полотенце на голове? Да, потому что я из бани. Дедушка накопила баньку. И вот сейчас я возвращаюсь домой. Мой папа уложил уже романа. У него немножко начала подниматься температура. Где-то 37 с половиной. Ну, а держим руку на пульсе и ждем, когда же к нам придет врач. Надеюсь, он придет. А сейчас я вам покажу крошечку, которая дрыхнет так сладенько, что его хочется скушать. В общем, не успела я подснять, как спит маленький карапуз, потому что он уже очнулся и пошел покорить новые вершины. В общем, вещаю я из самого темного угла этой комнаты. Четыре часа по полудню Роману стало плохо. 38,5. Мы дали ему таблеточку. Температура спала. И вот сейчас время... Время сейчас 9. Все нормально. У всех хорошее настроение. У нас все хорошо. Температура спала. Сейчас вроде как 36,2 даже градусник показывал. Но это после душа было. В душ тоже необходимо было сходить, потому что он слегка оконфузился. И вот вечер подходит к концу. Надеюсь, ночь пройдет замечательно. Если что, я вам завтра все расскажу. А на этом пока все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok